В Таллине, несмотря на высокую зарплату и активность на рынке труда, работники менее лояльны по отношению к своим филам, чем те, кто живет в Ляновском уезде и на островах. Обсудим тему лояльности работников и ее зависимости от уровня зарплаты с представителем агентства по исследованию зарплат. У нас в студии Антон Кузнецкий. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте определимся с понятием лояльности. Что такое лояльность и по каким параметрам можно ее оценивать? Ну, в общем и целом, если исключить некоторые исключения, то можно сказать, что это позитивная связь, позитивная эмоциональная связь работника со своим работодателем. В своем исследовании мы это оценивали по нескольким критериям. Мы исходили больше из практики, чем из теории. Мы спрашивали у респондентов, насколько они готовы сменить работу при получении подходящего предложения. Насколько они сами активно ищут работу. Насколько они вообще планируют долго оставаться у этого работодателя. Сколько они уже проработали. То есть получается, если человек в активном поиске находится, то он не лоялен своему работодателю. Ну, можно сказать и так, да. То есть если глянуть на цифры по Таллину, то действительно получается, что каждый десятый активно ищет работу. И 73% открыты для новых предложений. На самом деле эти цифры даже несколько иные. Примерно 10% очень активно ищут работу. Примерно 30% активно просматривают вакансии, но не всегда активно кандидируют. Примерно 40% сами вакансии не смотрят, не кандидируют, но остаются открытыми для предложений. То есть можно сказать, что порядка 80% людей при благоприятных обстоятельствах готовы сменить место работы. А известно ли, по каким причинам они ищут другую работу? Это какая-то атмосфера, в которой им очень сложно работать? Это уровень зарплаты, им хочется более высокую? Или, скажем, нету возможности для роста, и они хотят эту возможность получить? Ну, на самом деле, актуальны все названные причины, их еще гораздо больше. Но если смотреть в общем и целом, то, конечно, это, наверное, в первую очередь зависит, конечно, от того дохода, который человек сейчас получает, и на что он претендует и рассчитывает. И если брать тех, кто зарабатывает, скажем, меньше среднего или что-то близко к среднему, то для них, конечно, в первую очередь это повышение зарплаты. Для тех, кто зарабатывает значительно выше среднего, для них это не столько увеличение своего дохода, сколько какие-то интересные вызовы. Может быть, он хочет поработать именно у этого работодателя, потому что он уникальный либо на всю Эстонию, либо, может быть, даже на весь мир, или на всю Европу, или присоединился к какой-то звездной команде в компании, которая здесь в Эстонии есть. Отсутствие вот такой лояльности – это проблема для работодателей? С одной стороны, это проблема, потому что это усложняет удержание уже имеющихся сотрудников. С другой стороны, это возможность получить себе новых сотрудников в штат. Ну и с третьей стороны, это возможность для самого работодателя как-то улучшать свою компетенцию по строению отношений с теми работниками, которые есть и с потенциальными работниками. А как вам вообще видится эта ситуация со стороны, так сказать? Потому что, с одной стороны, у нас говорят о вот этой вот гонке зарплат, о том, что дефицит рабочей силы, и вроде как работники вот здесь выступают с позицией силы. И если посмотреть на те же данные вашего исследования относительно лояльности, то действительно люди активно, ну, по крайней мере, в Таллине, активно ищут новую работу и так далее. С другой стороны, если пообщаться с простыми людьми, ситуация отнюдь не такая радужная для рядовых работников. Они всё равно жалуются на начальство, что всё равно работодатель всё диктует и зарплату повышать не хочет и так далее. То есть вот где здесь правда лежит на самом-то деле? Ну, она там где-то посередине. На самом деле, это очень часто встречающиеся, что если пообщаться со своим кругом общения, то кажется, что как будто бы весь рынок труда, он мёртвый, никуда не двигается, ничего как будто бы не происходит. Но опять же, у нас есть возможность смотреть в общем, и там примерно такое положение, как я его описал. Ну вот если говорить о тех людях, которые получают примерно среднюю зарплату или чуть меньше, заинтересованы в её повышении, и у них есть определённые ожидания. И вот если говорить об этих ожиданиях, насколько они связаны с реальностью? Человек просто гипотетически понимает, что хорошо бы получать больше? Или действительно качество его работы позволяло бы ему получать больше? Они связаны с реальностью в том плане, что вот сколько лет мы уже наблюдаем за вот этим промежутком между получаемой и желаемой зарплатой, он всегда составляет 30%. Что бы ни происходило на рынке, он всегда 30%. То есть можно сказать, что сколько бы человек ни получал, 30% прибавки зарплаты для него – это достаточный бонус, достаточная мотивация, чтобы сменить место работы. И ещё одни данные вашего агентства говорят, что в этом году в Таллине каждый день открыты полторы тысячи вакансий, и на каждое место поступает на 23% больше заявлений, чем в прошлом году. В Тарту этот показатель составляет 27%. О чём это говорит? О том, что, наверное, не было зимы, не было зимней спячки, и люди остаются активными, даже несмотря на то, что тёмное время суток, потому что рынок всегда оживает ближе к весне и ближе к лету, но в этом году он и не сбавлялся своей активности. Это с одной стороны. Но с другой стороны, просто нехватка рук в некоторых областях настолько сильная, что работодатели со своей стороны, как только могут, так подстёгивают активность работников и кандидатов. А если говорить о тех регионах, где лояльность выше, чем в Таллине, скажем, приводится, например, Лянема, острова, то на чём там строится эта лояльность? На том, что людей мало, они знают друг друга практически в лицо, и, можно сказать, работают бок о бок, либо друг у друга. Скорее, наверное, в отсутствии какого-то большого выбора, потому что если у тебя есть цель остаться, жить и дальше на острове, то у тебя небольшой выбор работодателей, а у них, соответственно, небольшой выбор вакансий. Тебе просто приходится быть лояльным. Ну, Лянема, например. Ну, примерно ситуация та же самая, потому что там не сконцентрировано какого-то огромного количества предприятий, которые сильно ориентированы на экспорт, в которых требуется высококвалифицированная рабочая сила, которая платится достаточно весомой по нашим меркам зарплаты. Поэтому, на самом деле, ещё один фактор лояльности – это возможность выбирать и иметь этот выбор. Ну, вот это мы говорим о региональных различиях. А если посмотреть на разные сферы деятельности, сферы экономики, здесь и наблюдаются какие-то отличия? Скорее нет. Здесь можно смотреть по всем другим факторам, например, по возрасту. Если брать молодёжь, то это самые нелояльные работники. Не потому что у них ветер в голове, а просто потому что в молодом возрасте при теперешних возможностях, которые есть, просто интересно через каждые 3-6 месяцев менять место работы, чтобы смотреть, что происходит. Молодёжь – это до 30, как определить? 16-24. 16-24. Самые лояльные, наверное, работники предпенсионного возраста по этой логике. Да, да. Но есть ещё такой момент, который совершенно выбивается из-за во всей теории лояльности – это высококвалифицированные работники, которые получают серьёзную зарплату и которые вроде бы не должны быть заинтересованы в том, чтобы менять место работы, тем более если у них всё хорошо. Но чаще всего их сманивают именно какими-то очень серьёзными, крупными международными проектами и вызовами. То есть амбиции здесь играют? Да, то есть всё может быть хорошо, может быть отличные отношения с руководством, с коллегами, всё что угодно может быть. Бесплатные завтраки, обеды, ужины и такси до дома. Но получив предложение от компании, которая замахнулась на весь мир, он, скорее всего, примет. Пригласили бы тебя сейчас ведущей на BBC. Сложно это представить, конечно. Сложно комментировать, да. Вопрос в лоб. Антон Кузнецкий был у нас сегодня в гостях, представитель агентства по исследованию зарплат. Спасибо. Спасибо большое.